В общем да, рано или поздно мы возвращаемся сюда, Destiny 1. Я уже делал ролики о Destiny, когда ей исполнялось 5 лет, я делал ролик «Я возвращаюсь в Destiny 1», когда Destiny 2 переживала свой первый… коллапс. Для подписчиков на патреоне я делал мемный монтаж с нашим прохождением рейдов из первой части. И вот теперь я снова запускаю Destiny 1, но запускаю её как в первый раз. Да, я создал новый аккаунт и решил пройти это приключение ещё раз. Создам нового персонажа и вместе с ним пройду те миссии, которые проходил впервые в далёком 2014 году. Некоторые миссии я и правда проходил лишь раз, так что вспомнить будет, что я буду проходить, делиться своими мыслями, впечатлениями, воспоминаниями, объяснять происходящее. В общем да, летсплей какой-то, прости господи. Думаю тем, кто не играл в Destiny 1, будет интересно на это посмотреть, я надеюсь. Ну а тем, кто играл, приятно будет вспомнить. Вот как мы поступим. В этом видео я начну своё приключение. Пройду все сюжетные миссии оригинальной кампании, что располагаются на локации Космодром. И если ролик наберёт 2000 лайков, я продолжу и начну работать над следующей главой прохождения. В общем, начинаем. Первая дилемма. За кого начать играть? Моим первым персонажем в Destiny 1 был... Титан. Да, был Титан. Не знаю почему я тогда выбрал Титана, может читал мало книжек или ещё что, но в общем, потом я его удалил и стал мейнить Охотника. С тех пор так в его шкуре и прохожу все события игры. Но в этот раз я начну за Варлока, поскольку именно у Варлока есть суперспособность, у которой нет аналогов в Destiny 2. У Титана все суперы повторяются, у Охотника тоже, разве что электрическому поменяли клинки на посох. А вот у Варлока есть иная способность. Редактор персонажа. Может занять слишком много времени. Вроде и сексапильную Эвокеншу бы создать, но... Эм, это что, молодой Ашер? А это Анна Брей? А Петр тут что забыла? Так нет, я создаю Экзо, буду холодным, но мудрым космическим волшебником. Начнём. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, начинается Destiny с синематика без стражей, но со странником. Нам показывают экспедицию на Марс, которая впервые столкнулась со странником так близко. Примечательно, что на финальных кадрах сцены идёт дождь, что являлось символом терраформации Красной Планеты, под условия пригодные для жизни, о чём человечество так давно грезит. Что ж, если вы играете в Destiny 2 с бесплатной версией Новый Свет, то вы в каком-то смысле видели начало нашей истории. Эту миссию полностью перенесли для новых игроков во вторую часть. Призрак находит останки на космодроме в Старой России и воскрешает нашего стража после многих лет. Лично я не могу не вспомнить, как тут на самом деле происходит. Звучал голос, который приветствовал меня в игре впервые. Да, голос призрака был куда драматичнее и ниже. Тогда его озвучивал Питер Динглейдж. Но затем персонажа пришлось переозвучить, к дополнению The Taken King, кажется, и теперь он говорит голосом Нолана Норта. Итак, в первой миссии я прошёл через защитную стену, нашёл по пути автомат хвостов. И дробовик, который еле как убивает мобов самого начального уровня. Затем насладился одним из красивейших моментов миссии. И получив свой первый левел ап, я прослезился, вспомнив то, каким широким было древо прокачки персонажа. Полная кастомизация способностей и характеристик. Можно было менять статы, особые умения, комбинировать их как угодно. Эх, вот этого действительно не хватает. Широкой кастомизации. Затем я нашёл старый корабль, который сгодился, чтобы свалить с пустошей и долететь до города. Ну а вслед мне смотрела таинственная незнакомка. Может быть это был её корабль? До литияв до башни я пообщался с представителем авангарда. Тут они ещё все живы. Они выдали мне пачку ознакомительных квестов, отправили к оружейнику за пушкой, а потом к команде за своим кораблём. Она сказала, что он не особо-то готов к межзвёздным путешествиям, так что мне предстоит отправиться назад на космодром и найти кое-какие детали. Найдя другой разбившийся корабль, мы с призраком пошли по следу и выяснили, что нужную нам часть движка спёрли падшие, которые как раз шастали в том заброшенном здании, из которого мы и украли корабль. Отправившись туда, нас встретил первый мини-босс, Риксис Аркан. Это на стенах. По правде говоря, я уж и забыл, насколько сложным может оказаться бой с обычным жёлтым мини-боссом, когда всё, что у тебя есть, это граната и пара белых пушек с так себе уроном. Окей, добыл движок, завала похвалил за такое начало карьеры стража, я тебя умоляю. Мне доверяют, а потому отправляют и дальше прочёсывать космодром, который слишком долгое время контролирует падшие. В одном из комплексов я натыкаюсь на дверь, которую падшие закрыли уж очень-то старательно. Я могу открыть это. Что это? Много движения вперед. Я имею в виду плохую эмоцию. Я имею в виду плохую эмоцию. Да, такой стала моя первая встреча с Ульем и одним из любимейших музыкальных треков из первой части. Я имею в виду плохую эмоцию. Убив визарда, я отправляюсь на следующую миссию Warmind. Да-да, не ослышались, военный разум. Знакомство с ним произошло уже на третьей миссии оригинальной игры. Я и сам уж забыл об этом. Сначала мой призрак помогает мне оседлать воробья. И мы отправляемся за падшими, которые уничтожили все корабли на космодроме в поисках чего-то особенного. Мы находим несколько передатчиков, из которых падшие пытались получить некие данные. Из этих передатчиков мы слышим голос, говорящий на русском. Что, конечно, на релизе игры производило впечатление и привлекло много внимания в русском комьюнити. Игра полностью на английском. Откуда тут русская речь? Голос цитирует Достоевского. Слова Дмитрия Карамазова из романа о братьев Карамазовы. Это одна из самых популярных цитат из творчества Достоевского. В первой части вообще мы еще не раз сможем найти отсылки к русской литературе. Например, Канни Карениной в одной из карт гримуара все про того же Распутина. Эх, я до сих пор считаю, что то, как был Распутин представлен в оригинальной игре, окутывало его такой тайной, которую просто не терпелось разгадать. Мы постоянно шастали вокруг этих бункеров, что-то пытались найти. И вот теперь, спустя пять лет, во второй части мы ему разве что ручку не жмем. Ну да ладно, отвлеклись. Следуя за радиосигналами, мы находим еще один терминал, из которого падшие пытались добыть некие секретные данные. Однако что-то, или кто-то, дал им отпор. Мой призрак сказал мне, что мы должны оказаться там и выяснить, что произошло. И вот этот момент миссии оказался одним из самых сложных. Отбиваться от волн мобов, пока призрак сканирует неизвестный терминал, было непростой задачей. Справился я не с первого раза. Я даже потом вспомнил, что когда впервые проходил эту миссию с напарником, мы тоже отбились от врагов в этом зале не сразу. Но зато потом призрак, проанализировав данные, сообщил, что это следы Распутина. Тут он нам в двух словах и рассказал, что это военный разум, созданный во времена золотого века для защиты человечества. И что теперь, когда все думали, что он уничтожен, мы вновь столкнулись с его сигналами. Распутин защищал что-то на космодроме. Затем я захожу к спикеру, странному монаху, что говорит от лица странника. Помните еще такого? Он рассказал мне о том, что нас окружает тьма и что нам с ней не справиться. Рассказал о том, что стражи это продукт странника и что он произвел их для защиты, на которую сам он более не способен. Да, такая вот подача Ориджина в двух словах. Если бы мы сейчас не знали историю игры глубже, а попытались представить себя на месте игрока из 2015 года, то мы бы точно были обескуражены. Теперь, после диалога с самым мудрым персонажем в городе, мне доступна основа игры. Баунти. Баунти, 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 ой, 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 ой. Набираю сколько могу, проверяю свой гир и отправляюсь дальше. Гардиан. На одну из самых запоминающихся миссий в сюжете оригинальной игры. The Last Array. Нам нужно раздобыть и активировать коды от спрятанной огромной антенны, что нам позволит связаться с другими колониями. Наслаждайтесь моментом. Баунти, 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 ой, 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 ой. Amazing, это активирует. My turn ships, ты опять трешies. Продолжение следует... Продолжение следует... С чем, по словам Призрака, нам удастся пережить приход Тьмы? Знаете, слушая эти диалоги, типа «О, Распутин, я думал он уничтожен», и «О, Распутин, он связывается с какими-то местами, которые помогут нам пережить Тьму», блин, это звучит так, как будто это реплики из миссии сезона «Величие» в Destiny 2. Хотя этим диалогам уже 6 лет почти, камон! Тьма всё окружает и окружает, а Распутин всё держится где-то в заперти. Ну ладно. Последним заданием на земле для нас станет страйк «Devil Slayer». Завало снаряжает нас новым тяжёлым вооружением и отправляет на битву с Эпикс Праймом, огромным прислужником Дома Дьяволов. Я уже говорил, как раз по-моему, в видео к пятилетке Destiny, что этот страйк один из моих любимейших в игре, и я с нетерпением отправляюсь туда. Задание было командным, но напарников игра утром мне так и не нашла. Потому я отправился туда один, и я немного не рассчитал со сложностью задания. Чёрт. О, нет, только не эти ребята. Ага, вот эти ребята. О, левелап. Халявная ульта как нельзя вовремя. Так, ладно, я не справлюсь в одиночку в страйке восьмого уровня. Ещё одна попытка с командой. С командой всё пошло легче, однако даже битва с промежуточным мини-боссом, с шагоходом падших, оказалась тяжелее, чем я бы мог ожидать. В Destiny 2 мы их на публичных мероприятиях щёлкаем, а тут прям повоевать пришлось. Вообще, это всё... Всё равно, что сумрачный налёт на мастере проходить. Пришлось прятаться постоянно и играть осторожно. Ну а затем мы дошли до финального босса. Сепикса Прайма, который запомнился стражам своей музыкальной темой. Ну и с его истошным предсмертным скрипом закончились мои приключения на космодроме. Дальше мне пора отправиться на Луну, локацию с которой вы уж теперь-то точно знакомы. Но всё это только начало. Если вам интересно, чтобы я продолжил делиться с вами такими прохождениями, пишите в комментариях и не забудьте 2000 лайков. На этом всё. Бравые Гардианы. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok